Глава государства, выступая на съезде партии Нур-Отан, дал ряд поручений по оказанию всемирной поддержки малообеспеченным и многодетным семьям. Аким Горда Мурат Мукаев заявил, что помощь должна дойти до каждого нуждающегося. В июле 2019 года повышенную зарплату получат 13 тысяч работников бюджетной сферы. Если в среднем сейчас они получают 87 тысяч тенге, то после повышения их зарплата составит 133 тысячи тенге. Дополнительно из бюджета на эти цели будет выделяться 3,6 миллиардов тенге в год. В 2019 году планируется сдать в эксплуатацию еще два многоквартирных жилых дома с общей площадью более 20 тысяч квадратных метров с количеством уже 396 квартир. Также ведется строительство дома номер 4 северо-восточной части города, 216 квартир. На 2019 год подана бюджетная заявка на строительство еще четырех домов в количестве 564 квартиры. То есть рост строящегося жилья в последние 2-3 года у нас увеличился почти в 2 и в 3 раза. И оно только будет расти. Также в 2019 году увеличат объем средств, выделяемых на поддержку малоимущих детей из фонда «Всеобуча» со 118 миллионов тенге до 131 миллиона. Помощь многодетные мамы получат и по линии здравоохранения. Все необходимые меры для здравоохранения обслуживаются, естественно, своим чередом, как положено, многодетным в том числе. Мы всегда их обслуживаем вне очереди. И чем они нуждаются, все направления, которые они требуют в себе внимания, это, естественно, выполняется в рамках нашего закона, в рамках нашей политики, в том числе, шестой политики. У нас многодетных семей очень много, можно подчеркивать, но, тем не менее, когда они подходят, они никаких претензий не имеют, я думаю, потому что мы обслуживаем по своей сфере, что возможно, и все делается для них. Материальная поддержка многодетным и малоимущим семьям очень важна, считает депутат и руководитель строительной компании Валентина Михно, но должна сохраняться и альтернатива. Сегодня предприятие может предоставить до 100 рабочих мест, но, к сожалению, таких специалистов нет или просто не хотят идти, не хотят и нет желания работать на стройке. Поэтому назрел вопрос переобучения с невостребованных профессий на более востребованные, которые необходимы в нашей стране. Вот тогда у нас будет общество всеобщего труда. Все задачи, поставленные главой государства, будут выполнены в полном объеме, отметили на партийном активе. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.